Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях понедельника, 22 мая, вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В Лазаревском районе в этом году сдадут в эксплуатацию два детских сада и одну школу. Коррективы в майский график вносит погода. Всевидящие око дорог. В Сочи будет создан Центр управления пассажирскими перевозками. Блогеры со всей страны осмотрели Олимпийский парк Сочи и даже попробовали себя в роли именитых футболистов. В Сочи прибыли 200 представителей школ боевых искусств. Международный фестиваль посвятили памяти ученика-основателя Айкидо. Кубань – один из самых привлекательных регионов России для вложения инвестиций. Такую оценку краю дала директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. С руководителем организации встретился Вениамин Кондратьев. Глава региона поблагодарил за поддержку в подготовке чемпионата рабочих профессий, который успешно прошел в Краснодаре. По мнению губернатора, это один из результатов совместной работы. С Агентством стратегических инициатив Кубань сотрудничает уже не первый год. В основном это общие проекты по улучшению инвестиционного климата. Идеи, которые приходят из агентства стратегических инициатив, нами подхватываются только потому, что мы понимаем, что они явно нас приведут к результату. Вы ориентируете субъекты Российской Федерации и мы, в том числе, этим руководствуемся. Сегодня я своих коллег нацеливаю, что не нужно гнать поток проектов, которые потом, к сожалению, не находят возможности реализоваться. Мы сегодня отвечаем, по крайней мере, наш регион за 5,5 миллионов жителей. Им неинтересны наши отговорки. Им нужна вот эта стабильность и социальная, экономическая и политическая стабильность, в том числе экономика – это залог политической стабильности. У вас сегодня одно из лучших законодательств по как раз снижению рисков для инвесторов в регионе благоприятных. И инвестиционные проекты, несмотря на какую-то сложную, может быть, экономическую, политическую ситуацию, у инвесторов, международных инвесторов, мы тоже это видим на разных площадках, интерес есть к Кубани, к Краснодарскому краю. Не только мы даем какие-то лучшие практики, лучшие предложения, все-таки мы от вас берем. Нам хотелось бы, чтобы такие проекты тоже были достаточно мультиплицированы и доступны для других субъектов Российской Федерации. Кроме того, по словам Светланы Чупшевой, Краснодарский край успешно внедряет лучшие в стране практики для повышения инвест-привлекательности и упрощенной процедуры для ведения бизнеса. Это те 12 целевых моделей, которые были разработаны и утверждены по поручению президента страны. Новые идеи и предложения представители агентства стратегических инициатив и руководства края также планируют обсудить в рамках экономического форума в Петербурге. Ночью и утром 23 мая в Сочи местами ожидается сильный дождь, а местами и гроза. Глава Сочи потребовал перевести все коммунальные службы на усиленный режим работы, выставить дополнительные наблюдательные посты на реках. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010. К другим новостям. В Сочи проводится проверка по факту взрыва газа. Напомню, вечером 19 мая в одном из частных одноэтажных домов по улице Грибоедова взорвался газовый баллон. В доме находились два человека. Предположительно, 50-летняя женщина и 25-летний молодой человек. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщина погибла. Ольга Иванова возглавляла информационно-библиотечный отдел Центра развития образования Сочи. По факту гибели человека организована доследственная проверка, сообщает Краевое следственное управление. В Сочи в минувшие выходные прошел чемпионат Краснодарского края по горным гонкам. Экстремалам не удалось обойтись без аварии. Во время гонки на горе Ахун один из участников чемпионата, вылетев на автомобиль за ограждение, пробил поддон и выбыл из соревнования. Видео появилось на городском интернет-портале. Также по некоторым данным стало известно, что при аварии пострадала девочка, стоящая за ограждением. В целом же по итогам турнира абсолютным чемпионом стал Дмитрий Нехаев из Краснодара. В Сочи будет создан Центр управления пассажирскими перевозками. Работать он будет во время Кубка Конфедерации и Чемпионата мира. В одной команде будут трудиться транспортная дирекция ФИФА, МУПА, Сочи автотрансы, сотрудники городской администрации. Появится Центр на базе и по принципу автоматизирована система управления дорожным движением. Улица Горького. Время к полудню. Движение практически остановилось. Но вот светофор начал подмигивать желтым. Значит, дело совсем скоро пойдет на поправку. А это ситуационный центр Департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации. На экранах в режиме реального времени отражается текущая ситуация на сочинских дорогах. Исходя из увиденного, специалисты принимают решение, кто будет регулировать движение. Светофор, сотрудники ДПС или сами автомобилисты. При затрудняемости движения мы переключаем светофор в желто-мигающий, чтобы движение пошло более плавно. Под контролем специалистов 32 светофорных объекта. Работа не останавливается ни на секунду. За дорожной обстановкой установлено круглосуточное наблюдение. Но в отделе автоматизированной системы управления движением борьба ведется не только с пробками. Припаркованный транспорт не по правилам, также в поле зрения специалистов. Плечом к плечу с ними работают сотрудники ДПС. О нарушениях они тут же сообщают своим коллегам по рации. 415-й, 415-й, Майку-10, связь. Выполняет автоматизированная система и диспетчерскую функцию. Здесь можно узнать, на какую из спецстоянок отправили проштрафившийся автомобиль. Отсюда же поступает информация об эвакуированных железных конях в интернет. Передаются оперативно сообщения и на информационное табло, которое устанавливают в городе во время проведения крупных мероприятий. К слову, мало какой российский город может похвастаться такими технологиями. Сочи шагнул в будущее благодаря Олимпиаде. Много в городе Сочи присутствует вещей с таким понятием, как постолимпийское наследие. И в данном случае данная система – это именно этот факт. То есть это тот самый логистический транспортный центр, который был у нас во время Олимпиады. Вот часть его в виде автоматизированной системы управления дорожным движением осталась в городе. На сегодняшний день за счет средств бюджета нашего городского данная система работает, как мы видим, и достаточно успешно. В отделе большинство мест пустует, но это только пока город замер в ожидании крупных международных событий. Потесниться придется во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Здесь также развернется центр управления пассажирскими перевозками. В одной упряжке будут работать транспортная дирекция ФИФА, МОП «Сочи Автотранс» и, конечно, сотрудники городской администрации. Все ради удобства жителей и гостей курорта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На Красной Поляне прошел шестой форум блогеров. Со всей страны это их ежегодная встреча. В ее рамках активные пользователи интернета посетили стадион «Фишт» в Олимпийском парке. Привезли на стадион и провели для блогеров экскурсию телеведущая фотомодель Виктория Лопырева и первый заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев. Была возможность побывать в зоне, где футболисты экипируются, ожидают выхода на поле, разрешили заглянуть и туда, где спортсменам делают массаж. Правда, обязательное требование – одеть бахилы. Блогеры и в креслах посидели, и полежали на массажных столах, чтобы хоть на миг побывать в роли известных футболистов. А Сочи тем временем на финишный прямой перед Кубком конфедерации. Это дело для края самое главное, потому что это мероприятие, как подчеркивает президент нашей страны, это позволит нам укрепиться на международной спортивной арене. Три крупных мероприятия, которые уже принял наш стадион – это матч «Россия-Бельгия», который собрал 40 тысяч зрителей. Это говорит о многом, о том, что все те системы, все те усилия строителей, волонтеров, правоохранителей, спортсменов – все те не прошли даром, и все остались очень довольны. До предстоящих матчей Кубка конфедерации осталось буквально считанные дни. Уже 19 июня здесь наш прекрасный стадион примет один из матчей Кубка конфедерации. Многие из блогеров не то, что на стадионе «Фишт», а и в Сочи впервые. Соответственно, все здесь производило впечатление. Снаружи он здоровый стадион, да? Но когда во внутрь заходишь, ты понимаешь, что он вообще просто гигантский, необъемный какой-то. Нравится сочетание цветов. Синий с белым, но это прям мой, по крайней мере, этот цвет. Мне прямо нравится это сочетание. И что еще? И очень мне понравилась эта история с тем, что название «Фишт», это там «Белая гора», очень красиво все. У всех в руках телефоны, мини-видеокамеры, каждый старался запечатлеть себя и рассказать уже своим зрителям, кстати, из зоны медиатрибун шестого этажа, о том, чем интересен Олимпийский стадион. Совершенно чудесным образом я уже оказался на стадионе «Фишт» в Сочи и дал интервью РЕН-ТВ. А для Виктории Лопыревой, как посла Чемпионата мира по футболу, это не первая экскурсия. В последний раз она проводила ее для английских СМИ в Ростове, где строится стадион для Чемпионата мира 2018 года. По стадиону «Фишт», я думаю, что вопросов у СМИ гораздо меньше, потому что он уже готов, находится в прекрасной форме, что свидетельствует, конечно, матчи, которые были проведены об этом. И все знают этот стадион, потому что именно здесь происходили грандиозные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр. После Олимпиады была проведена реконструкция арены. Вместимый стадион к Чемпионату мира по футболу увеличено до 45 тысяч человек. Гелена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Команда Краснодарского края стала третьей на WorldSkills Russia. На прошлой неделе Краевая столица стала площадкой для проведения трудовой Олимпиады. Шесть золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей – таков итог участия сборной Краснодарского края в пятом национальном чемпионате молодые профессионалы. По итогам пятого национального чемпионата молодые профессионалы, им больше всего медали удалось получить команде Москвы Краснодарский край в рейтинге на третьем месте за Татарстаном. Но наш регион от этого не проигрывает. Все оборудование после чемпионата останется в кубанских колледжах и техникумах. Поздравить участников чемпионата и победителей приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он лично вручил победителям заслуженные награды. Вы встаёте жизнь вокруг себя собственными руками и можете видеть результат. Ваш труд, ваши умения, ваши старания, надпор нужны, очень нужны нашему краю и нашей стране. Будущее в ваших руках и ваши руки надёжны. И даже если вам не удалось стать победителем в этих соревнованиях, я желаю, чтобы вы стали победителями в жизни. В Лазаревском районе Сочи в этом году сдадут в эксплуатацию два детских сада и одну школу. Социальные объекты строят в посёлках Верхняя Беранда и Лао. Как идёт строительство и укладываются ли подрядчики в отведённые городом сроки, расскажет Ольга Десятого. Это яркое здание – новая школа в посёлке Верхняя Беранда Лазаревского района. Строительство ещё не закончилось, но объект уже украшают клумбами, создают праздничное настроение. Новая школа действительно праздник для Беранды. И не только. Сюда будут ходить и учащиеся из соседних сёл. Ну а строят школу на 200 мест взамен старой аварийной. В проекте предусмотрен даже отдельный спортивный зал. Внутри трёхэтажного здания активно идут отделочные работы. В одних помещениях ещё монтируют лампы, в других они уже освещают просторные кабинеты. Маляры красят стены в апельсиновый цвет. Школьникам должно быть уютно проводить здесь учебное время. Плитка уложена, двери на некоторых этажах тоже уже на месте. Все инженерные сети смонтированы. Готовность более 70%. Особых сложностей заказчик и генеральный подрядчик, осуществляющий строительство, не испытывает. Единственные сложности – это на сегодняшний день погода, которая не позволяет нам работать по элементам генерального плана, то есть по работе на связи с благоустройством. А прямо рядом со школой строится детский сад на 40 мест. Двухэтажное здание почти готово к внешней отделке. К ней приступят в июне. Ну а в целом весь комплекс должны сдать в августе, чтобы уже 1 сентября школьники пришли сюда на праздничную линейку. А это уже поселок Лао. Здесь на улице Астраханская должен появиться детский сад на 210 мест. По словам подрядчика, самый сложный этап уже фактически завершен. Это противооползневые работы. Участок достаточно непростой, поэтому пришлось возвести порядка 200 погонных метров железобетонных подпорных стен. Всего за почти три месяца здесь вырос комплекс зданий, состоящий из трех секций. В каждом своя степень строительной готовности. Так, если в этом блоке, например, внутренние стены уже строят, в других только готовятся к этой работе. А здесь уже завершены работы по монтажу стропильных конструкций кровли. На очереди монтаж металлочерепицы. Ну а в среднем, говорят заказчики, детский сад готов ровно наполовину. Совсем скоро рабочие начнут отделочные работы. Сегодня на объект завезли оконные рамы и уже на днях приступят к их установке. Срок сдачи данного объекта по плану в ноябре месяце. Но учитывая фактор обеспеченности ресурсов подрядчика, обеспеченности финансирования, значит, планируется завершить объект чуть раньше и порадовать наших молодых родителей в октябре месяце. То, что в последние несколько лет происходит в сфере строительства школ и детских садов в Сочи, можно смело назвать настоящим бумом. За последние пять лет на побережье появилось сразу пять новых школ и около двух десятков новых детских садов и пристроек к уже существующим. Письма обращения к родителям о вреде курения писали сегодня школьники старших классов города. Акция приурочена ко Всемирному дню без табака, который ежегодно по решению Всемирной организации здравоохранения отмечается 31 мая. Помимо федеральных законов, запрещающих курение в общественных местах, в Сочи принята антитабачная хартия. И курорт сегодня, согласно общественному мнению, наименее курящий город страны. Письма и обращение к близким людям, родителям – это еще один способ обратить внимание на проблему, убивающую миллионы людей. Сочи находится на стадии подготовки к очередному Всемирному дню борьбы с табакокурением. Мы стараемся привлечь мнение общественности, мнение горожан, мнение гостей нашего города к этой очень острой, очень опасной, очень катастрофической ситуации с табакокурением, которая есть в нашей стране. В своих письмах ребята могли не только обратить внимание на проблему, но и предложить способ борьбы с зависимостью. Мало кто из взрослых задумывается о том, что вследствие пассивного курения в молодом организме происходят изменения. Так как у меня в семье никто не курит, то я скорее пишу всем родителям, родителям, взрослым, чтобы они думали о том, что их курение, оно вредит не только им, но еще и их детям, их близким людям. Пишу другу, насчет пользы не знаю, поможет ли или нет. Ну, пишу, чтобы сделать наше общество лучше, избавиться от табачных изделий, чтобы люди не губили себя. Услышать голос своего ребенка, друга, сделать все возможное и принять взрослое решение бросить курить. Такова, по сути, задача акции. Для нас очень важно понять одну простую вещь. Есть мама, папа и есть школа. И вот вместе мы что-то сделать можем, чтобы ребенок в дальнейшем не курил. Сначала мне показалась дикая ситуация, но, возможно, она тоже имеет право на жизнь. Когда ребенок просит своих родителей не курить. И, может быть, с этой стороны вот такой заход на проблему тоже имеет право на жизнь и тоже даст свой результат. Завершится акция 31 мая во Всемирный день без табака красочным флешмобом на спортивной площадке Центра внешкольной работы. Здесь же подведут итоги акции и выберут лучшие, наиболее содержательные обращения. Они будут размещены в соцсетях, некоторые появятся и на городских баннерах социальной рекламы. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Еще один зеленый автограф появился в Сочи. Памятное дерево посадил сегодня космонавт Сергей Нефедов. Но не на аллее космонавтов в Ривьере, а во дворе 15-й гимназии. Яблоня теперь будет расти в школьном дворе, напоминая об участии ребят в проекте «Беляевские чтения». В этом году их темой стала космонавтика и сам первый космонавт Юрий Гагарин. Он посадил дерево в Сочи на улице Гагарина 15 мая, тоже в мае, 65-го года. И вот мы продолжили его идею и посадили яблоню уже на территории школы номер 15, чтобы дети помнили этот день. Вместе со школьниками яблоню посадил и герой России, космонавт Сергей Нефедов. В Сочи он посетил детсад номер 14 и две гимназии, 15-ю и 9-ю. Пообщался с ребятами и рассказал интересные подробности своих полетов. Ведь только там, в космосе, Нефедов понял, что человеческие возможности безграничны. «Я это увидел, познал и стараюсь всеми силами делать, чтобы люди от меня, особенно ребятишки, девчонки, уходили с позитивом. Не просто с позитивом, там счастья, встречи, удивительных вещей, которые узнали, чтобы они увидели, что они, условно говоря, это могут, что у них это есть. Для этого нужно только это захотеть и включить этот механизм, который у каждого есть». Житель Сочи выиграл самый крупный денежный приз в истории российских лотерей. Сумма выигрыша составила почти 365 миллионов рублей, а сам билет обошелся мужчине в 700 рублей. Победитель выбрал в нем 7 чисел, и все они стали удачными. К другим новостям. Сочинский цирк отметил 46-летие. 20 мая 1971 года на его арене прошло первое представление. А сейчас под куполом цирка идет уникальная программа с участием коллектива Александра Иванова. В честь 46-летия сочинского цирка с рабочим визитом на курорт прибыли директора двух цирков – Большого Московского и Ростовского. Народный артист России Эдгард Запашный и в прошлом шоумен Дмитрий Резниченко обсудили с руководителем сочинского цирка Сергеем Жирковым рабочие моменты и планы на будущее. Мы с оптимизмом смотрим вперед. Вы видите, что очень много зрителей, детишек, родителей. Планов очень много. И международные цирковые артисты, и фестивали. Сейчас планируется фестиваль анимационного кино детского. Это и разовые мероприятия, не только цирковой направленности. И концерты, и утренники, и сказки. Поэтому мы растем, мы развиваемся. Сочинский цирк – одногодка Московского Большого цирка, руководителем которого является Эдгард Запашный. Сочинская арена и народного артиста связывает многое. Здесь выступала вся его семья. С детства Эдгард знаком и с коллективом заслуженного артиста Александра Иванова. Но сейчас его интересует коммерческая сторона, чтобы эксклюзивная программа «Медведи-канатоходцы» прошла под куполом его цирка. Единственный аттракцион в мире. И, возможно, в дальнейшем мы заключим контракт с этим коллективом. В принципе, для этого я сюда и приехал, чтобы ознакомиться, в какой форме сегодня артисты и их подопечные находятся. Яркая классическая цирковая программа под руководством представителя прославленной цирковой династии, интересная директору ростовского цирка. Этим летом арене исполнится 60 лет. Мы хотим заполучить эту программу «Медведи-канатоходцы» как основу нашего празднования такого юбилея. Это номер, который в мире аналогов не имеет. И был он задуман и реализован 30 лет назад. Вот, насколько я знаю, с тех пор они были один раз в Сочи. В Ростове-на-Дону они не были никогда. Этот факт говорит о востребованности цирковой программы Александра Иванова за рубежом. Кстати, на арене сочинского цирка увидеть «Медведей-канатоходцев» можно по 28 мая. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Международный фестиваль «Лазурная ривьера Сочи» собрал около 200 представителей Академии и школ боевых искусств. В Федеральном центре единоборств «Юг-спорт» прошел благотворительный семинар по айкидо Айкикай памяти ученика-основателя айкидо-сэнсе Сэйчи Сугану. С японским боевым искусством в Сочи знакомы уже 26 лет. Некоторые воспитанники местного клуба хорошо знакомы с главным гостем и организатором фестиваля – сэнсеем Луи Вантыгемом. Шихан Седьмой Дан – куратор Крымской федерации айкидо. В Сочи он приехал со своими учениками из Бельгии и Марокко. Два дня они оценивали участников и делились своим мастерством. «Айкидо – не соревновательный вид спорта. Это что-то между философией и языком тела. Борьба, настроенная на контакт с человеком, а не на причинение физических увечий. Здесь нет агрессии. Главное – почувствовать энергию внутри себя и применить силу только в случае необходимости. И, отмечу, я вас еще на уровне участников фестиваля». В фестивале приняли участие около 200 человек, 80% – обладатели черных поясов. Это представители школы, академии боевых искусств, клубов и федерации айкидо из семи регионов нашей страны, а также Абхазии и Луганской народной республики. В роли организаторов совместно с сочинским клубом выступает межрегиональная федерация айкидо Айкикай, республики Крым и города Севастополь. «После воссоединения Крыма и Российской Федерации с Россией мы в коей мере решили объединить группы именно Сугана Сейча Шихана и провести первый памятный семинар в его честь. Цель – это повышение мастерства и проведение аттестации студентов разных организаций, организаций-участников». В программе фестиваля показательные и вольные выступления. Теперь международный фестиваль «Лазурная ривьера» Сочи станет ежегодным и будет проводиться в мае. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Забег по самому длинному подвесному пешеходному мосту прошел в Сочи накануне. Познавательный кросс длиной 5 километров был запланирован по естественному рельефу с перепадом высоты 600 метров. Забег стартовал на входе скайпарка, далее прошел вниз по скалам через Ахштырскую пещеру к подвесному мосту у форелевого хозяйства. На другой стороне реки Мзымта участников ждал подъем вдоль корабельных скал, а у карьера спуск в Дзихринский каньон. Далее вверх по тропе через тисо Самшитовый лес, а от него на подъем к мосту Скайбридж. По нему финишная прямая. Всего на старт вышло около 120 взрослых бегунов. 90% бежали здесь для удовольствия, делали серфи, делали фотографии в разных местах. Победители тут, как бы, люди опытные, но они тоже сказали, что трасса тяжелая. Для детей в возрасте до 14 лет был отдельный забег – мишки гамми. Дистанция гораздо короче, чем у взрослых, но тоже связана с перепадом высот. Зрители как взрослого, так и детского пробега утверждают, что природные красоты создавали особое настроение. Безусловно, это такая была мотивация. Ты отсюда стартуешь, и ты знаешь, что тебе нужно преодолеть некий круг, пробежать, и все время ты видишь вторую сторону моста, где финиш, и нацелен туда добежать. Ребята, все приезжайте, получите горы удовольствия, посмотрите скалы. Мы бежали по скалам, было красиво, я там даже махал. Кто смотрел в бинокль, говорят, люди видели. Ты бежишь, и, как говорил Андрей, 70 раз, и тебя видно. То есть болельщики могли наблюдать с моста. Множество участников пробега живут в Сочи. При этом для некоторых заповедные тропы каньона стали открытием. Но повод вернуться теперь есть. Забег решено проводить ежегодно. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.